Нам сообщают из Маруна-Раса, там продолжается перестрелка из легкого оружия и противотанковых ракет, пока нет пострадавших в течение ночи. И утром мы видели большие силы десантников и инженерных войск, танки, которые входили в Маруна-Рас. И в последние минуты там немножко тише стало, Хизбалла проявляет гораздо меньше сопротивления, очень тяжелый огонь ведется, уничтожаются бункеры, то, что осталось от инфраструктуры Хизбаллы, которая до сих пор осталась в этой деревне. Мы слышим взрывы. Двое суток подряд идут там боевые действия, да, больше даже. Три дня, если посчитать спецподразделения, которые начали там операцию, то даже четыре действия дня. Эта небольшая маленькая деревня шиитская считалась центром сопротивления, там сейчас почти нет мирных жителей, но очень много террористов Хизбаллы, которые находятся в бункерах. 20, 30, 40 метров под землей эти бункеры сейчас Цаула уничтожает окончательно, чтобы они больше не представляли угрозы, даже после ухода наших сил отсюда. Есть один раненый солдат у нас. Да, это форпост Нурит, недалеко отсюда, немного в другом месте, где солдат Цаула получил легкое ранение от выстрела снайпера Хизбаллы. Это доказывает, что Хизбалла, террористы Хизбаллы до сих пор приближаются к границе, к голубой линии, они приближаются к ней и стреляют. В результате один легко раненый солдат, который отвезен в больницу в Нарию. Спасибо, Шайх Аскани. Прежде всего, сегодня было относительное спокойствие в Бейруте. Сегодня в Бейруте они бомбили, в Бейруте поняли, что стало спокойнее. И ощущение было такое, что начинается что-то новое. Начиная со вчерашней ночи, все говорят о наземном вторжении Цаула. Поэтому вторжение в район Маруна-Раса повышает это чувство. Хизбалла опровергает это, говорит, мы сопротивляемся. Цаула не может зайти, но на этих картинах, которые вы видите, Цаула уже там находится и действует там. То есть это съемки непосредственно из Маруна-Рас? Совершенно верно. То есть невозможно спорить с кадрами. Конечно же, после того, как вы увидели эту программу, они признали, что действительно так. То есть непосредственно в селе там находятся наземные силы Цахала. Совершенно верно. Там был взорван зод Хизбаллы. Это было вырвано просто из сети укрепленного района. Второе. Следующее, то, что делает армия сегодня, это также действия против ретрансляторов телевидения. Они, значит, подорвали... Вы видите, здесь кадры телекомпании LBC, а также телекомпания El Manar. El Manar телевидения Хизбаллы. Они уничтожили... Они уничтожили... Там также было обращение к зрителям LBC наблюдать только через европейский спутник, так как местные трансляторы удалось уничтожить. Конечно, это не очень приятно, но факт то, что это уже произошло. Ора Нарон, вы находились уже неоднократно в Маруна-Рас. Да, я хорошо знаю это село, но после двух дней коротких действий только спецназов туда ввели довольно серьезный батальон десантников, которые просто занимают эту деревню и таким образом решают этот... И решают проблему деревни, которая просто контролирует всю территорию вокруг них. Я думаю, что в ближайшие часы мы увидим силы, которые заходят просто в весь район и уничтожают дзот за дзотом, укрепленные места Хизбаллы. Нужно обратиться также и к политическим делам, как реагируют на это в мире. Это наш корреспондент Ницан Горовиц. Довольно сложно, поймите, мы уже полторы недели, и эти, конечно, мы около полторы недели воюем, и, конечно же, нас критикуют и справа, и слева. Нам сообщают, что это неверно, это непропорционально, мы просто вводим войска, потому что мы хотим этого совершенно никто... Но есть сейчас те, кто заинтересован в этом. Это силы в Америке, которые заинтересованы в разгроме Хизбаллы и уничтожении сильных форпостов. Я могу привести такой пример. Пожалуйста, Вашингтон-Пост очень важный, который очень влиятельный. Статья называется «Израиль не может победить». Он объясняет, почему он не может. Он объясняет так. Израильтяне хотели сделать легкую победную войну, а сейчас они должны заплатить много. Легкая в каком смысле? Ну, малокровная. Но он понимает, что израильтяне обязаны победить Хизбаллу, потому что Хизбалла в любом случае и в ракетной силе, и в других. Израильтяне должны разгромить и убедиться, что будет результат, но без оккупации Ливана. Он объясняет, что любая попытка уничтожить Хизбаллу, не оккупировав Ливан, она ведет просто к полному поражению и наносит также урон американским интересам в регионе. Шайхаскани, Вы сейчас наблюдаете за сухопутными войсками, которые входят на территорию Ливана. Извини, я не услышал вопроса. Твое сообщение о сухопутном входе. Послушайте, это были, входят спецгруппы типа ИГОС, они уходят ночью, но заходят большие части из наших десантников, также танкистов, инженерных войск. Вы можете видеть, что эти силы входят внутрь деревни Маруна-Рас с задачей уничтожать бункеры. И нам сообщают об огромном количестве больших арсеналов противотанковых ракет, также орудий залпового огня. Нам сообщают также уничтожать не только эти арсеналы, но и вообще эти бункеры. Это можно сделать только наземной операцией, а не усилиями. Иными словами, Вы говорите о большой концентрации сил на протяжении всей границы. Да, здесь огромное количество концентраций, которые прибывают и ждут, ждут сигнала, чтобы зайти. Они ждут приказа, который им позволит войти и заняться военной деятельностью. Мы уже сообщали о большом мобилизации резервистов по срочным приказам. Эти солдаты уже начинают прибывать на свои базы. Часть, конечно, придется сюда, они примут участие в войне, потом вернутся на западный берег, чтобы сменить солдат срочной службы, который явится сюда. Послушай, я только хочу поставить точку в предыдущем сообщении. На взгляд Америки нет возможности, чтобы решить эти задачи, кроме сухопутной операции. Продолжение следует...